В порядке, Рики пушит Тавр, в общем-то не только Рики, вся остальная команда пушит Тавр, Тавр потихоньку погибает, ну и, собственно, без шансов для этого Тавра, но, может быть, попробовать разменять его, хотя тут, как бы, разменять не получится, потому что Тавр-то уже погиб, здесь Джуда постоял, постоял, посмотрел, и что, ну и назад полетел, кто-то побежал, тут, кстати, не останавливается Лорд, душонки-то еще могут дэмэдж-то внести, смотрите, и смотрите, как живет это Тавр-то, боже мой, у Тавр-то уже полхп, есть подкоп, 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 по Банше, да, у Банше ничего нет, на Карапасе, надо, надо в ультимейте уйти, попробовать что-то, Стан, хорошо, а вот так вот за и выделал Стан, потому что есть у Банше, Таю, Септер, и вот такой вот он Вард, который просто разорвал, хорошо, колдаун, пошел, попал, Бигнум, Стан, Файра, есть, Файр, минус Файр, все-таки да, минус Файр, ну и дальше уже преследование все-таки захлебнулось, потому что больше никого нет, ну, пока что, смотрите, ОСЖ вроде бы как и дерутся, да, неплохо, на счет они-то, по счету они впереди, но вот графики, вот, кстати, графики, ну что, опять у нас, видите, было такое, было падение, то есть перелом и вот опять возврат благодаря этому сражению, но по золоту, ну, что, 20 минут все-таки не так уж и много, эти 5000 даже уже меньше разницы, поэтому будем мы с вами надеяться, что, что такое примерное равенство между командами сохранится до самого конца, ну, чтобы уж не было, знаете, такого, что там одна другую вот прям совсем-совсем-совсем доминирует, побеждает, чтобы у нас какие-то равные сражения были, но равных сражений здесь не будет до тех пор, как минимум, пока у Рики есть Айгис оф Иммортал, но он еще как минимум минуты 3 продержится на нем, так-так-так-так-так-так-так-так, а здесь попыточка забрать Т1, Т1, вард стоит, хорошая офисура, боже мой, да, по троим, еще и фаер туда бросил свой Незер Бласт, и вот уже вынужден отступать, а был бы здесь великий ребятушки, тут бы Инквизитор бы просто разорвался бы, у Рики-то БКБ, ну, вот, должно оно сейчас появиться, долететь к нему, я не знаю, что в куре, в куре, ну, короче, в куре БКБ, да, и вот оно должно сейчас было полететь к Рики-Мару, пока еще не полетел, да, там, понятно, там есть вард, он там должен быть, он просто быть там обязан, ну, Рошан, да, Рошан, еще не скоро будет, вот здесь вот Инквизитор пытается отпушивать лайм назад, но сейчас на него просто выгодно, срочно возвращаться назад, да, и вот он поворачивается назад, буквально чуть-чуть не хватило, ща, чтобы настигнуть гирокоптера, ну, так, вот вард хороший тоже стоит, знают, и под, ах, не получилось, блинтагер, да, на Джуда, да, блинтагер на Джуда, хорошо, фиссура есть, но если калдаун, то и Рики, и БКБ зашел Инквизитор, ой, Шейкер, там, ну, как-то не очень удачно, он, нет, не ултильно, мне показалось, там, Брюмастер, там, клэп дал, Шейкер, чип, 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 смотрите, чип погиб уже, там, Игис выбили, то есть Рики-Мару, и Рики-Мару, мы же подкопали Рики-Мару, да, Рики-Мару, где варды, есть варды, видно, Рики-Мару, и Рики-Мару погибает, нет, БКБ, он включает, и бежит, и тизелится с ним, не, естественно, Рики-Мару прыгает, точку поставил, боже мой, как же он живет, как долго Рики-Мару жил, но погиб, Инквизитор тоже погиб, и Ио погиб, и у нас 2 в 3, 3 уже, наверное, в 3 будет, если, не кстати, что-то заберут, Оби-Ван банан делает ТП, а вот отсюда Бигдум, Бигдум уходит-то, ну, и Джуда тоже ушел вот так вот, но тут, на самом деле, не 2 в 3, а 2 в 4, потому что Аегис тоже забрали ОСЖ, вот такие дела, но вышли самые, выжили, точнее, самые танки, потому что эти две подруги, скажем так, танковать могут и очень даже не слабо, несмотря на то, что 3 брони упугны, есть у него всяческие способности для танкования, ну, вот, например, Декрепифай, есть у него еще и Лайф Дрейн, то же самое, и Лорда касается, который вроде бы как очень быстро передвигается, есть у него, типа, подцеп, такой вот, Иула, ну, и если вдруг души возвратятся через 30 секунд к еще живой баньше, то она полечится, полечится, так вот, здоровье вас, здоровье, воссты, 25%, такие дела. Ну, Рикимару, он просто, вы видели, там, оставалось Рикимару, там, буквально, ну, я не знаю, сколько, там, 100 хп, с ним стезерился-то Ио, и после этого Рикимару там еще прожил, там, добрых секунд, наверное, 15, и там чуть не зарезал парочку персонажей-то. Нихис все-таки вовремя тизер дал, ну, конечно, у него еще и Мека есть, там, и Урна, и Ботл, в общем, да, и его, конечно, становится очень полезным для Рики, ну, в принципе, очень полезный, да, и Рики такой, знаете, не промах. Так, а что Рики, что Рики, ну, так, 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 ну, вот, может быть, да, Брюмастер должен как-то пробовать контрить Рикимару, ему очень нужно гоним, чтобы в своей форме, вот, когда он разложится, чтобы все-таки набрасывать вот эти вот пары винные или пивные пары на Рикимару, чтобы Рикимару тоже промахивался, потому что, ну, очень сильно он там вырезает, и есть Клэп, хорошо, и назад ушел Рикимару на Лорда, прыгнул, прыгнул на Лорда. Так, опять тизер, опять тизер, на кого вырыв-то, или не будет урыва, замедляют Нихиса, потому что Рики не видят, хотя вот здесь вот видели, там, если были крипы, то должны были видеть. Так, Рики, Нихис, ну, а здесь вот на реке тоже стоит Варды, Варды просто везде, ну, понимаете, против Рики Мару все-таки играете, поэтому, как бы, ну, а третий, третий, не крас, слушайте, такая у нас какая-то активная игра, не успеваешь просто следить за артефактами, который появляется, давайте быстро попробуем почекать, тут мы видели у Ио, у Шекера еще нет прокаста, ну, в смысле, не от Даггера, вы поняли, Рики тоже мы видим, а Пугна вот так вот, и Банши тоже БКБ собирает, кстати, 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 Джу, да, пошел, а у него Мидас, это Мидас, я как-то не обратил внимания, но Мидас у него, видимо, давно, потому что не прямо сейчас же он собрал, а, или вот он сейчас собрал Мидас, чтобы, 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 чтобы Лорда забрали, да, чтобы пожирать некрономикончиков, но нет, он просто пожирает крипов, хорошо, но это вариант, кстати, парочку Мидасов иметь в команде, чтобы вот чисто против некров, но как-то, знаете, дороговато, наверное, все-таки контрить некра, вот, точнее, собирать Мидас просто, чтобы контрить некра, надо, конечно, какие-то, может быть, и другие еще иметь идеи по поводу того, что же с некрами-то делать, вот не только Мидасы, потому что если бы все контрили некрами-дасами, то это, да, я представляю себе, представьте, два-три персонажа некрасы, что тогда, что тогда, и в чужом лесу прописались, прописались просто, ну, как бы, они же там хотят кого-то найти, и почему бы и нет, тем более Рикимару-то и невизибильный герой, постоянно бегает в невидимости, постоянно, постоянно его не видно, ну, да, интересный, конечно, ультимейт, так, и вот Брюмастер готов, собственно, ну, у Брюмастера, видите, есть преимущество, у него есть Блокенбар, поэтому, если вдруг Рикимару там как-то его атакует, то ничего страшного, Брюмастер даст БКБ и побежит, еще и пивка там набросит в Рикимару-то, так-так-так-так-так, ну, Нодовард ставит, Нодовард ставит, чтобы, 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 а, Рикимару-то готов вырываться-то, ну, вот разве что на Верескинга, а, есть вырыв на Верескинга, хорошо, 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 Убивана Бадан сразу же тут, такой швиз, шекер, фиссур, отрезал, отрезал, хорошо, причем отрезал, хорошо, это Инквизитор отрезал, уникса, отрезал, там есть дагеры, подкопали там, хорошо, забрали двоих, ну, как двоих, Вот сейчас возродится у нас в Рескинг, и он, как будто бы не забирали его. А там БКБ бежать назад, потому что Некрак гонят-то, и Биггнум тоже, ну, 1-2, опять Рикки погиб каким-то образом, и Биггнум тоже погибает. Ну, неплохой размен, на самом деле, Скаймага и Верескинга, этих двух саппортов на Рикки Мару и Шекера. Это тоже саппорт, но Рикки Мару это гораздо активнее, точнее, не активнее, а гораздо полезнее этот актив у команды Хи-Хи, чем, например, там, Скаймаг тот же. Потому что Рикки все-таки это Кэрри, тот, который должен тащить, должен убивать, ну, и, видите, как-то Рикки пока не может, не может, что-то не получается. А вот Джудо Крипов, конечно, всех подкапывает, но по героям вот периодически не попадает своим этим вот подкопом. Так, ах, сбили, 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 Биггнагер уже хотел прыгать туда, ну, вот в этих троих-то, тут еще инквизор подошел, так-так-так-так-так-так-так-так, ну, прыжок, где же, одна секунда, одна секунда, надо прыгать, надо прыгать, там, варцает, хорошо, у них все забрали. Есть, Джудо, подкопка, подкопка, фар и сразу, Джудо, Мистик Флеер, Тоби-Ван Банана и Мистик Флеер. Ну, и Лорд, видите, вынужден просто уходить отсюда, потому что подставились два человека и, кстати, графики. Ну, вот по зоту только сейчас где-то в ноль возвращаются и по опыту тоже вот ненамного впереди, но по графикам, ну, точнее, по фрагам видно, что все-таки команда ОСЖ как-то лучше сражается, намного лучше себя чувствует вот в этих вот стычках между командами. Ну, опять-таки, мы с вами еще на стадии пиков говорили, что все-таки есть Вераскин, который может переродиться и есть, собственно, Брюмастер, который тоже может переродиться, да, благодаря Примал Сплиту. Так что, тут не стоит недооценивать вот эти вот все перерождения. Угу, угу, бкб, да, на Банша появился. Бкб, а бкб от чего ее будет защищать? Ну, стан, подкопа на Берн, да, кстати, Инквизитор тоже ультимейт, Тоби-Ван Банан много магического дамажа вносит. В общем-то, правильное решение. И Рикки Мар уже имеет 8-секундное бкб. 8-секундное. Так, друзья мои, я на секундочку свернусь. Да, у нас все на этот раз хорошо. Ну, и пока у нас пауза, давайте посмотрим. Тут вот у нас Дота комьюнити, как всегда, продолжает быть весьма агрессивным. Но ничего, друзья мои, мы, надеюсь, через какое-то время придем к тому, что все будем добродушно к друг другу относиться и не опускаться в какие-то крайности. Да, вот так, как-то так. Но спасибо, друзья мои, спасибо, поправили, поправили комментатора, видите, все-таки нельзя уже сейчас пожирать Некрономиконы с помощью Мидасов. Так, 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 у нас пока сражение. И разложился Брюмастер. Хорошо, и сразу же все-таки Ио забрали. Ну, Ио-то без БКБ был, что тут поделаешь-то? Лорд бежит, Лорд спасается. В БКБ просто, видите, он что может делать? Просто бежать. И хорошо, сдуло двоих этих духов. Ну, а один-то остался Биггнум, Биггнум, Биггнум уже без ультимата. Шейкер ультамул, двоих как-то плоховато, но все равно забрал, 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 забрал. Скинга опять, двоих забрали и высасывает жизненные силы Фаер из господина Гирокоптера. Ну, и Инквизитор погибает. Ну, вот смотрите-то, вот это сражение уже пошло в сторону команды Хе-Хе. И остались в живых только Джуда и только Су. Ну, и Рошан. И Рошан тоже будет повержен. Окей, ну и как-то, как-то что? Проблема, понимаете, мне кажется, была вот все-таки в том, что Шейкер очень хорошо там этой своей фиссурой разделил всех. И Банши убежала на хайграунд, ее не удалось убить. А потом в духе просто к ней вернулись, она полечилась. Ну и там уже маны-то не хватало. И набросала там на всяких сформов, сайленсов и так далее. Так что надо все-таки пытаться... Так-так-так-так-так-так-так. Тут пытаются-пытаются забрать Фаера и все-таки заберут или нет? И Миссик Флэр... Ну, ушел из Миссик Флэра и вообще все ушли. Ну, вот Некрати, конечно, уже противные. Особо, конечно, с ними ничего не сделаешь. Ну, разве что вот так вот убить на 600 дамаги. Чистого в себя принять урона. И... 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 ну, еще один, еще один просто Незербласт. И вот он Незербласт, да, забирает Тавр. Хорошо. Все-таки продавили нижнюю линию. Так, тучка. Хорошо. И что дальше? Ничего. Будет бить барак. Ну, вард вот такой вот запрятан. За деревцом оно одно здесь. Но оно очень хорошо скрывает этот вард. И... выйдут на него или нет? Ну, тут как бы спускаться не очень хочется вниз. Потому что потеряется преимущество. И вард уже закончил. Ну, не то чтобы отрезает Джуда. Чуть подзакрыл. Форстафнули его. Все, он сам себя форстафнул. И вот он ультимейт от лорда. Вот он ультимейт от лорда. Пошел он на реки. Запрыгивает вперед туда. Ну, никого. Он, конечно же, не боится. БКБ прожимает за Ивэдил. Сад. Хорошо. И просто бьет барак. Просто бьет барак. А тут сплит-то. И за кем панда будет гнаться? Панда гоняется за лорда. Вот это хорошая тема. Это и лорд стол. Гем у кого-то лежит уже. Вы убили. Будет включивание сосать на реки. Его убил. Ну, вот так вот. Ну, а Банши все-таки выжила. Раскатила на панду. И забрали Чигера-коптера-то. А здесь погоня за Рикимару. Погоня за Рикимару увенчалась тем, что забрали просто Аиги с Рикимару. Биггнум все еще жив. Биггнум все еще... Ну, опять, смотрите, фиссуру отрезал. Нельзя подойти к фонтану. Нельзя подойти и разбирать всех. Минус четыре. Панда осталась. Панда живая. Да, но... Линии здесь нет. Линии здесь нет. Ни бараков. Ни колодцев. Ничего здесь нет. Ну... Ну, как-то, видите, все-таки чуть-чуть чего-то не хватило. Под конец вот как-то этот Аегис, по сути... Ну, не то, чтобы он сильно зарешал, но все равно очень много дэмэджа пытались внести в Баншу, а Банши каким-то образом выживала. Банши выживала, просто она вот какая-то слишком уж плотная оказалась для команды. Уже просто нет дэмэджа. Нет дэмэджа. Геркоптер, несмотря на свои вот эти вот 200 урона, все равно у него-то бабочка, понимаете, не может похвастаться. Ну, как-то... Хвастаться ему на самом деле вообще нечем, но как-то не получается у него убивать, и бабочка по итогу не зарешала. Может быть, все-таки МКБ стоило взять, чтобы... Ну, хотя БКБ у него есть там... Ну, то есть... Ну, я не знаю. БКБ потом... Ладно, посмотрим. Ну, Виспа. Или не Виспа. Ну, Виспа тоже. Тут еще и попали на Рики. Хорошо. Так, а Гем все-таки Рики себе забрал. Гем все-таки себе Рики забрал. Ослик прилетел. Смотрите, так это же у команды Ослик Гейминг должен быть Ослик. Да, у них тоже есть Ослик. Тут, в общем-то, Ослик на Ослик. Ну, там Ослик такой глазастый. А здесь Ослик немножко зубастый. Если хотите, какой-то он металлический. Или-то вовсе не Ослик, непонятно. Там-тарам-тарам-тарам. Ируна Регена. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот это вот просто супер-пупер лечение. Тогда Ио должен просто беречь себя, как Зенец Уока. Потому что, ну вот, может он, конечно, внести очень много пользы с этой руной Регена. Хотя, с другой стороны... Ну... Ну... Ладно. Главное, больше не делать этих вот телепортов пятерых. Вот как он делал до этого. А Брю Мастер с Кирасой. Ну, хорошо. Хорошо. В принципе, артефакты-то неплохие. Кстати, вот что у нас еще есть здесь? Тут ничего нет. У Рескинга хотя бы Блэйд Мэйл. Ну, до Блэйд Мэйла еще очень долго. Посмотрите, Чейн Мэйл просто есть. И вот, ну, разве что Робов Маги может себе купить Бигнум. Вот, если парочку крипов сейчас все-таки допинает. А Рикки с Монтостайлом уже так отрезали. Ну, нет, не отрезали. Просто Шекер Фиссурину положил. На некоторое время она там будет лежать, закрывать проход. Ну, а потом... Ой-ой-ой! Как же нажать здесь Ио? Ну, вот... Благодаря Варду. А Ио говорит, что ж ты, чип, не подошел? Что ж я с тобой-то не связался-то? Мог бы связаться, на тизере бы улетел бы и спас бы. Ну, хотя там, по-моему, из дизеблов Ио так и не вышел. Да, на Профете-то вот на что Шива получилась у Лорда. Ну что, Шива против... Против Ассал Кирасы. Кто лучше? Что лучше? Шива или Кираса? Ну, конечно, тут особо не сравнишь. Вот. То и то вроде бы неплохо. Для каждого персонажа, в принципе, свое. Посмотрим. Посмотрим, что Аганима-то вот еще так и нет, да? Все-таки у Брюмастера. Ну, он вынужден был собирать себе Блэккенбары, поэтому немножко повременили с Аганимом. Аганим нужен, но уже нужно все равно, чтобы набрасывать эти пивные пары, чтобы можно было в разгаре сражения, может быть, еще раз их бросить, вот пока он будет в форме этих своих, как там, воинов, которые специализируются на выживании элементарии. Ну, и пытаются как-то зажимать хехе своих оппонентов со всех сторон. Ну, кроме вот этой вот, которая как бы сама кушится, да? Вот пытаются где-то в чужом лесу постоянно находиться. Но здесь тоже, видите, вард есть. Рики туда не видит, потому что еще не подошел. Так, Бигнума, хорошо. Ну, и если сейчас его, конечно, быстро убить, то... И что? Форстаф, ну, так бы он на самом деле Пугнам мог и забрать. Так вот, видите. Ну, Бигнум, понятно, почему стоит и фармит, потому что он единственный, кто может вдруг чего возродиться. Ага, тут не край. Пошли, пошли. Что вообще решили сделать? Как Фаер решил? Что он придумал? Он говорит, давайте просто зайдем вот так вот, или просто он крипов улет, так, фиссура неплохая. Больше фортификация есть, да, но надо как-то уже в атаку выходить. Так, БКБ, я на суду, сразу же он сплит дал, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. БКБ, сплит-то. Тут ультанул Геракоптер, хорошо, инквизитор бьет. По кому, по кому же ты бьешь, инквизитор инквизитор, посмотрите на его, вообще нету толка от его, просто бабочки. Подкопали там Фаера. Ну что, Джуда, ты заберешь его ленту, попробуй хотя бы одного забрать, но нет, тут туман от Рики, и в тумане погибает. Эх, не вышел. Ну сразу же байбэк, хорошо. И, ну, и получилось, что это БКБ и у ульт как-то от Брюмастера оно не зашло вообще никак. То есть, ну, может быть, надо было БКБ и потом сражаться, только потом ультимейт или что? Или БКБ прожимал Брюмастер на... В общем, ладно. Как-то, как-то плохо подрались, в общем-то. Ну, с другой стороны, нет ультимейта-то у Банши. 57 секунд еще не будет. Может быть, как-то этим воспользоваться? Ну, а тут что? Тут тоже, понимаете, ультимейтов-то нет. Ну, у Брюмастера нет. У Герокоптера, правда, есть. У Скамага есть. У Раскинга нету, да. А здесь нет только у Банши. Ну, и у Ио. Ничего страшного. Ио-то, в принципе, особо влетать никого, наверное, не собирается. Ни на кого не собирается, потому что они и так уже всех... Они и так уже пришли, уже дальше. Ну, хотя можно попробовать влететь в спину вот сюда, вот так вот, например. Было бы интересное такое решение. Еще и некров туда запустить пугной. Вот, может быть, так попробовать что-то сделать. Так, подкопали. Фиссура. Ну, и заходит, да. Фортификация, кстати, не прожималась. Гем. Ага, Скамага купил гем. Говорит, давайте через гем. Ну, посмотрите на инквизитора. Посмотрите на инквизитора. Он как-то, я не знаю. Ну, надо срочно лайфстил купить ему. Срочно лайфстил так, что реки, ничего. Тавр забрали. Все живы. И пошел ультимейт от лорда. Толкнулся я вперед Джуда. Ну, и просто сейчас под духами-то заберут вот этот барак. И вот этот барак все заберут. Панда опять. Есть. Есть атака. Пошла атака. Хорошо. На кого? На лорда? Ну, тут лорд все-таки уходит. Или нет? Или да? Пока-пока просто реки там будет набивать. Инквизи. Шейкер. Нет, шейкер. Шейкер, да, ультанул. Но это не очень хорошо. Но инквизитор-то, в принципе, что? Ну, все. Это минус инквизитор. И мне кажется, что на этом закончится, в общем-то, сражение. Еще и Дезолятор на пугне. Вот так вот. Сделал ББ Герокоптер. Ну, как-то Герокоптер все-таки не очень в этой игре зашел почему-то. Ну, не может он демиджем. Если посмотрите, вообще не получается у него демиджем нести. Он по всем бьет, стреляет. Все, что он может делать. И GG Бигнум пишет. Бигнум пишет GG. Ну, к сожалению, так. К сожалению, так. Первую игру проиграли после гейминг. Но, ребята, не расстраивайтесь. Особенно те, кто является фанатами команды ОСЖ. Все будет хорошо. Все будет прекрасно. Может быть... Ну, я уверен. Не может быть. А так и будет в следующей игре. ОСЖ отыграются. Мы с вами никуда не деваемся. Никуда не уходим. Мы просто на небольшую паузу. Сейчас в режим стендбай. Переключимся. И через некоторое время вернемся. Оставайтесь с нами.